Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня я расскажу вам о сигаре под названием Касса Туррент серия 1901 Робуста. Сигару передал мне мой подписчик Астралионика. Друзья, обратите внимание, шикарные сигары с золотой бант. Достаточно гармонично смотрится на покровном листе. Заявлено, что это мадуру, но что-то как-то не очень мадуристый. Но вообще лист Сан Андреа, говорится, что в описании, что очень редкий, очень шикарный покровный лист. Действительно, очень аккуратная сигара. Как видите, сигара Box Press с пролепипедным сечением. Но обычно не имеет смысла таких сигар крутку проверять, потому что крутка у таких сигар, как правило, не очень плотная, но не в этот раз, друзья, потому что тут просто палка. Друзья, крайне плотно сигара скручена, сбита, идеально ровно. Единственное, что вот в этом месте немножечко, видите, клейку мазнули, но это не критично, не суть. Важно. Давайте попробуем обрезать. У нас здесь, друзья, видите, табак неоднородный, разный по цвету, у нас в незажженном виде. Угу. Друзья, сырая кожа. Сырая кожа, причем с мочевиной, такой жирный аромат. Ну, мочевина говорит о том, что сигар недостаточно ферментированная. Ну, не знаю, посмотрим. Здесь ваниль, друзья. Ваниль, чернослив. Причем чернослив такой прям жирнющий, знаете. Дерево есть. Ну, очень интересный аромат на срезе. Ладно, давайте курить, хватит нюхать. Дерево есть. Натягута, друзья, крепкая. Стролли опять будут писать, что неприятные звуки на микрофоне слышно. Древесный, начало. Очень явное дерево, кедр. Знаете, кедровый орех даже. Угу. Интересное дерево. Переходит в такой кедровый орешек. Интересно. Припускание через нос чернослив. Ну да, друзья, доминирует дерево. Под древесной ноточкой проходит курение. Сахар немного начинает включаться. Дерево, дерево, дерево. В гортани небольшой молочный шоколад оседает. Очень приятное, друзья, начало. Интересная сигарка. Посмотрим, что на середине будет. Итак, друзья, половина сигара позади. Что могу сказать о курении? Но из минусов достаточно докучливая соль. Я думаю, она связана с затрудненной тягой. Из-за этого приходится очень сильно тянуть из сигары ароматы. И слишком сильно намочил кончик, поэтому, видимо, наелся этой солью. Также перец немного. Из-за этого уже, я думаю, что докучливый. Что из плюсов? Очень внятный, очень объемный, очень приятный. Молочный шоколад сигара выдает. Просто шоколад и все. Крайне интересно. В послевкусии дерево, которое было в начале в доминанте. Сейчас оно в послевкусии ушло. Интересно. Посмотрим, что будет в конце. Итак, друзья, докурим нашу сегодняшнюю сигару. Что могу сказать о курении, друзья? Оно окончательно. Ароматы сникли, ушли на нет. Соль и перец все закрыли. Но я думаю, что, друзья, не повезло мне с экземпляром. Надо отдать должное. Я чувствую в сигаре реальный потенциал. Очень интересный. В ней есть, несмотря на вот эту горечь и соль. Глубокий, очень объемный шоколад. Такой интересный. Мне показалось похоже на аромат сырой кожи и аромат такого дерева свежеостроганного. Да, это такой слегка гудронистый аромат насыщенного дерева. Интересно, друзья. Жаль, что неудачный экземпляр попался. Но я думаю, что крест на сигаре стоит, не стоит. Ее не стоит. Ее по-любому нужно будет по возможности перекурить. И вы, если будете сигару приобретать, ее возможность будет купить. Я думаю, что не стоит по моим выводам о сигаре судить плохо. Потому что, повторюсь, но, видимо, все-таки из-за тяги неудачный экземпляр мне попался. По оценку у меня, друзья, получилось 24 из 31 балла. Спасибо, астралионники, за то, что отправили на эту сигару. Вам спасибо за внимание. Не забывайте, друзья, на группу ВКонтакте подписываться. Группа растет. Приходят новые люди, новые истории, новые фотографии. Общаемся, делимся. Так что не проходите мимо. Если вам тема курения сигар или трубки интересна, то я думаю, что в группе вы найдете интересную информацию для себя. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok